здравствуйте дорогие любители творчества меня зовут марина жукова сегодня вас ждет очень интересный мастер-класс по двухшаговому кракелю давайте начинать сегодня мы с вами будем декорировать вот такую купюрницу прежде чем начать с ней работать мы должны открутить все замочки и все петельки которые на ней находятся очень удобно для этого использовать магнитную отверточку так что начинаем откручиваем и продолжим дальше петельки у нас откручены и мы сейчас разъединяем нашу купюрницу нам нужна сейчас только крышечка что мы должны сделать с крышкой если у нас поверхность гладкая шкурить ее не обязательно если поверхность все-таки достаточно шершавый то конечно шкурочкой 800 тысяч вот так вот подшлифовать поверхность надо обязательно пыль смахиваем жесткой кистью и белым грунтом либо белой акриловой красочкой вот так вот методом туповки мы очень-очень тщательно грунтуем крышечку стараемся не заходить на боковинки красочку отбиваем чтобы не было пузыриков но и в то же время чтобы не было пропусков так что плотненько плотненько окрашиваем и так крышка у нас высохла и мы должны поверхность немножечко пошлифовать потому что после того как красочка высыхает все равно немножечко остается не совсем ровно не совсем идеально поверхность чуть-чуть шершавой поэтому опять же шкурочка 1000 1200 и круговыми движениями мы подшлифовываем нашу поверхность она у нас получается идеально гладенькой и мы сейчас будем дальше клеить на него картинку а в качестве картинки нам с вами будут служить вот такая рисовая карта очень красивая да вот так вот мы расположим рисуночек наш будет очень красиво а рисовую карту мы с вами выдержал либо вырвем потом сошкурим края но я думаю что можно буратника вырезать очертить и вырезать по поверхности и так картинку мы приклеили на лак высохла картиночка дальше мы еще вот что с вами сделаем так как двухшаговый картиночка все-таки наносится на такие работы классического стиля то я хочу сейчас придать нашему рисунку более изящный более мерцающий такой вид для этого я возьму тот же глянцевый лак возьму золотую краску и чуть-чуть прям буквально две капельки добавлю в лак размешиваем кажется что очень много золота на самом деле нет лак растворяется вода не дает ему лечь плотным плотный такой окрас окрашиваем штукой на поверхность и мы покрываем с вами картиночку смотрите лак высох и посмотрите какое мерцание получилось картиночку даже вот прямо сейчас я вам покажу какой он был и какой получился совершенно другая история очень-очень изящная ну что будем делать дальше с вами уже двухшаговый каркелер в качестве двухшагового каркелера нам послужит спиртовой шлачный лак очищенный и вторым шагом у нас будет каркелерный лак который как правило его используют как одношаговый но у нас в паре будет служить как раз для того чтобы получился двухшаговый каркелер первое что мы делаем мы нашим спиртовым лаком покрываем поверхность для этого я беру бубочку я не использую кисти я использую губки наливаю прям в губочку лак и покрываю всю поверхность у меня будет два слоя спиртового лака потому что спиртовой лак очень жидкий слой наносится тонкий если мы хотим получить более изящные выразительные трещины то два слоя наносим спиртового лака первый слой высушим очень хорошо а второй уже будем на сушить на отлив первый слой спиртового лака у меня высох я сейчас наношу еще один слой и тут очень важный этот последний слой не пересушить иначе трещины будут либо очень мелкие либо не получится совсем тут должен быть такой хороший хороший отлич чтобы у нас второй шаг зацепился за желачный лак да и пошли трещины естественным путем это сохнет минут десять второй слой а феном сушить но минутку максимум и проверять прям пальчик должен подлипать к поверхности так что следите за этим и теперь после того как у нас подсох спиртовой лак я вот тут с краешку проверяю меня прям пальчик вот видите даже вот тянется шкатулочка крышечка за пальцем вот я беру крокелюрный лак наливаю лужицу состава на поверхность и пальчиками растираю втираю вот этот второй наш шаг поверхность крышечки слой должен быть такой но то тонкий кисельный слой если вы чувствуете что под пальчиками вас уже не остается вот этого крокелюра второго шага до сухая поверхность то конечно добавьте еще иначе второй слой если он очень тонкий то конечно трещины будут очень очень миленькие если же вам кажется что чересчур вы налили второго шага прям вот лужа плавает может быть и ничего страшного но просто будет очень долго трескаться очень будут долго появляться трещинки поэтому вот чуть-чуть я перелила я вот так вот с пальчика снимаю на излишечки вот и продолжает дальше растирать почему не кистью потому что пальцами очень хорошо чувствуется как распределяется этот состав по поверхности вот ручки хорошо отмываются потому что это водная основа и нам теперь надо посушить вернее дождаться трещин трещины вот в такую погоду когда отключены батареи отопления и в помещении так скажем не жарко как правило не раньше чем через час а то и два появляются трещины но бывает такой что знаете когда вы по весне это делаете в помещении еще холодно батареи уже отключены то буквально там и часов 12 могут появляться трещины так что вы не торопитесь не переживайте а если вы все сделали правильно трещины появятся рано или поздно вот лучше конечно пораньше ну что ж я отставляю сушить будем ждать трещин и так пока наша крышка лежит и сохнет дожидается крыки люра трещинок да мы с вами займемся боковиночками нижней частью нашей купюрницы предварительно поверхность должна быть ошкурена но грунтовать я не буду сейчас поймете почему я должна красить но поверхность очень красиво вот здесь вот древесина на сосновой заготовка вот поэтому не хочется ее закрашивать хочется подчеркнуть ее красоту но тем не менее красочки будут достаточно так интересный и подходящий под нашу картинку а смотрите у меня остался вот этот вот лак золотой да в которой я добавляла красочку и прям сюда мы сейчас будем добавлять наши краски у нас картинка такая темно-сиреневая с сероватым оттенком фону и и поэтому мы сейчас с вами вот так вот с оттеночками будем играть это у нас цвет английская сирень вот прям на краешек а хотя можно это как основу будет у нас да вот прям кладу эту английскую сирен сюда дальше добавлю фиолетовый красный и добавлю очень красивый цвет серый льняной потому что фон у нашим роз не очень яркий поэтому мои оттенки все сделать приглушенные такие где-то примерно одинаковой пропорции и вот с этим золотым лаком я все это сейчас смешиваю очень-очень-очень хорошо все растирать вот этот золотой лак нам даст опять же легкое-легкое мерцание нашей поверхности когда мы будем окрашивать поколение все очень тщательно я сейчас размешаю что получить однородный окраска я размешала внутри купюрницы я краску на нашу кистью а снаружи красочку мы будем наносить губкой только не так как мы обычно привыкли туповочные движения да а такой у нас будет эффект нанесение краски валиком сейчас я вам покажу так кисти воду подберу обычную поролоновую губочку набираю краску и вот растирающими вот такими движениями начинаю носить видна основа видна древесина а краска ложится очень тонким и ровным слоем и происходит это очень-очень быстро все растирается и получается однородный цвет и так пока наш крикелерный состав подсыхает он уже практически высох начинает появляться первые трещинки прошло это где-то наверно ну сейчас час 15 я очень аккуратненько сейчас вот по краям пройдусь этой же краской который мы окрашивали нижнюю часть купюрницы вот тут губка очень хорошо можно отследить затем чтобы у нас не попадала краска на крышку очень-очень аккуратненько да вот видите губочку у меня не выходят выше крышки и окрашиваем и так трещинки у нас с вами образовались прошло время где-то часа полтора у меня чтобы появились трещинки сейчас к сожалению вот они прозрачно их не видно но я начала уже затирать чтобы самой чуть-чуть посмотреть получилось хорошо или нет трещинки получились получились некрупные потому что в конце я чуть-чуть посушила феном и когда сушится феном на так держим фен на таком знаете вот на далеком расстоянии вот так теплый слегка фен и вот теплый воздух он немножечко убыстряет растрескивание но когда подсушиваем фен трещинки получается некрупные для затирки трещин мы что используем это может быть любая неводная восковая патина металлик не металлик главное не водная прям вот закон никакие водные составы на второй шаг кракелюра не ложится ни акриловые краски не водные патины ничего только не водные это может быть масляная краска это могут быть спать на восковые это может быть битумное масло но чаще всего используются неводные восковые патины любую фирму выбирать который вам удобнее и набираем на ватный диск и вот так мы начинаем втирать наши трещинки получились они не очень крупными но у нас и поверхность крышки не большая дай поэтому очень хорошо получились такие прям очень изящные фарфоровые трещинки растираем очень хорошо можно чуть-чуть подтонировать так в краешке и ты же патиной но это я уже лучше сделала губкой вот излишки аккуратненько проходимся чтобы не было слишком темный да и получается вот такие трещинки так и вот на губочку я набираю и чуть-чуть прохожусь по торцам крышки так заключительный этап но во первых можно чуть-чуть еще пройтись по на краешку самой купюрницы нижней части да вот этим же края таким вот медным темно-красным воском и самое главное нам сейчас нашу крышечку надо покрыть лаком обязательно лак не водный да мы помним что водные составы на кардидор не ложатся в данном случае мы будем использовать спиртового также я прям на губку если вы втирали в трещины масляную краску то минимум на сутки на двое должны оставить чтобы у вас масляная красочка высохла и спиртовой лак вы все равно наносите методом туповки то есть представляете лак да ни в коем случае не не растягивайте его потому что даже высохшая масляная краска может вытереться из трещин так ну раз у меня уже осталось тут шкатулочку этим лаком нижнюю часть тоже покрою и пусть это у нас все сохнет ну что ж получилось у нас вот такая вот купюрница замочки я прикрутила уголочки на затонированы и помним да основные правила каракелюра первый шаг не должен быть высушен должно быть подлипание второй шаг лучше втирать пальчиками должна получиться кисельная пленочка трещинки появляются как минимум через час но могут появляться гораздо дольше часов 12 не переживайте ждите если же вы торопитесь то можно очень очень аккуратно посушить феном но опять же не сразу не раньше чем через час-полтора подсушить феном но трещинки тогда будут мелкие вот потому что фен ускоряет процесс образования трещины они быстро быстро начинают трескаться получается меленькими еще что затирается любой неводный состав масляная краска неводная патина восковая и обязательно поверхность кракелюрной покрывается спиртовым лаком или любым неводным лаком еще помните когда вы нанесли кракелюрный состав у вас вы не кладите работу на сквозняк кракелюры как и тесто не любят сквозняков поэтому куда-нибудь подальше желательно в теплое местечко а если батареи уже включены то поближе так немножечко батареи трещинки тогда прям в течение час появится очень очень хороший вот такая вот у нас куперница с вами получилось подписывайтесь на творческий канал да и мои данные и данные мои студии где преподаю вы увидите в видео всего вам доброго и до новых встреч